добрый день друзья и не другие 1 января это день памяти криса кельми моего товарища десятилетиями мы общались мы дружили но когда я узнал по моему на следующий день или даже через день там числа 3 января 19 года о том сердце восстановилось я не испытал никакой горечь почему он умер до этого не для меня он в принципе тот крис кельми которого мы знали восьмидесятых и позже и раньше его уже не было это очень постепенно происходило даже не помню первую стадию как вторую могу прикинуть 3 4 не видел же он умер с ним происходили очень тяжелые метаморфозы постепенные повторюсь и тяжелый недуг его убил таки у него было много тайн и тайны то ли калинкин не было одной из них то что он якобы калинкин это были выдумки градского на моих глазах все это произошло это косвенность за публикации в моем новом взгляде там было интервью опубликовано рассказывал уже слышу быстренько повторю интервью с крисами опубликовал где он перечислял свои постельные победы это был 91 год и он насчитывал там больше пяти тысяч и городские был дико раздраженная тем этом и в круизе все оказались вместе он где-то с кулькулятором попал в раз не может совершенно невозможно вот и вот этот предпринял там очень много было журналистов вот он сказал то ли калинкина поскольку общем то что он анатолий они крестьян это в общем знали он по паспорту был анатолий ариевич анатолий айчкель не не калинки да ну как-то это вот все подхватили то есть это как-то приклеилось к нему он очень переживал из этого повода я даже публиковал в газете скан его паспорт потом книги воспроизвел уже много позже тем не менее как-то это почему-то к нему приклеилось насчет ночного рандеву то что не он пел тоже много писали и злорастали по этому поводу какая разница песни совершенно вот как хит просто один из самых больших в этом смысле достижений того времени рок эстрады советский поздний но песни совсем не о том песни не ночной рандову хотя ночной рандову тоже он скрывал от всех что он еврей выдавал себя за прибалта даже там праздновал католическое рождество очень не хотел чтобы ну поклонники да даже и ближний круг узнал узнали об этом я-то знал что у меня своим папой знакомил мы обсуждали эту тему он очень иронично относился потому что сын не хочет своих корней ну да ладно вот ладно у всех есть скелеты в шкафу есть тайны я помню когда последний интервью с ним записывал на радио медиа метрикс про эти мимо но я еще до начала эфира пожалествую позвал она была интересна вам кстати рассказал как он из окна выпал там вот эти всякие вещи впервые они прозвучали он просто очень плохо выглядел очень плохо уже жрал этот дух поэтому я пожалел что и увидели поклонники таким и я надеюсь поклонники никогда не узнают причину смерти его никогда этот диагноз не будет озвучен врачи будут хранить врачебную тайну и главное для музыканта это конечно его мелодии если у музыка останется я надеюсь что ее будут слушать то значит он будет вот но музыканты не захотели дальше работать хотя алла борисовна очень многому научил я благодарен как как создавать песни как писать действительно она тебя научила она отбирала программу при мне так так это песня это шляги там это пойдет это конечно но но пить надо народу понравится это нет тогда еще приходил к ней домой такой мальчик там филипп киркоров наш болгарский друг наш болгарский друг да который говорил так очень нравится песни можно такие будут петь филипп конечно что-то пил киркоров с твой не он так сказал это просто было ну так вот речь понятно то есть у пугачева ты считаешь была чуйка и да она просто потрясающе чувствовать она отбирала программу потом когда она послушала нашу программу рок ателье это почему про это не знает народ я говорю алла борисовна все ваших руках народ это вы но дело в том что мы то пришли в театр уже раскрученным коллективом с песни ночной рандеву с песни замыкая круг то есть не та история как с кузьминым она же делала кузьмина я считаю но динамик же был до динамик-то был но как лично кузьмин как лично как сольный проект это ты считаешь что она раскрутила а ты значит как как мужчинка ей не понравился я так понимаю а тебя не стал раскручивать вот так перекрестился ну и хорошо мне в тот момент не надо было раскручивать потому что у нас было двадцать двадцать пять концертов в месяц ну правда за небольшие там деньги потому что мне еще игорь а какие деньги вот сколько сколько тогда а я не знаю мне игорь николаев жаловался у нас были гастроли в мариуполе совместно мы с наташей королева отработали пять стадионов битком плит как нецензурно там про вещь обама скажем так отработали пять стадионов битком я купил мягкую мебель в квартиру так что эти 20 25 концертов но что-то ничего не особо не давали с точки зрения финансового получения потому что я не помню даже какие деньги но что-то совсем это не то что сейчас концертов мало но зато они стоят почему сейчас тоже очень кризис сейчас кризис сейчас корпоративов нет ну и да и да совершенно верно просто домики филе жалов как как давно но не знаю там полгода слушаю вообще концерта нет а где-то с ним пересекся а я не помню какой презентации там что то ли клипы ты по-прежнему ходишь на на всякие но на какие-то на какие-то мероприятия хожу да все таки не так часто как раньше вот ну когда хороший состав чтобы пообщаться с людьми просто это интересно вот такая история про футбол вот была команда звездная старка да вот это вот я думаю может это просто замыкая круг они все собрались и поняли какая-то клёво получилось и задружились была она она существует ну вот я просто последнее время про нее мало чего слышал не почему она существует достаточно много выступлений выступлений два тайма ну где-то минут по тридцать пять мы играем с разными командами администрациями городов конечно которые подпускают профессиональных футболистов там пять минут поиграет администрация потом выходят уже конкретные по нам правда ну просто годы то идут и уже годы идут но костяк остался давыдов воротов минаев защите там пьер нацист играет там еще там музыкант ну в общем состав приличный а молодое какое-то поколение условной тимати они в это не балуются тимати нет но молодежь там в свое время как популярно было там ответы мошенники там еще ну это вспомнил тоже мне молодежь это уже не молодежь прошлое прошлое тысячелетие это уже не молодежь а вот это конечно тема и про деньги и про все я думаю может быть действительно была ошибка и у тебя и Александра Борисовича Градского что вы отказывались от продюсеров я уж не знаю чем вы руководствовались жадностью нет почему не было продюсеров продюсер это ведь тот человек который ходит на стрелке как Скормухин который считает деньги ну сейчас к тебе обращался кто-нибудь из продюсеров с предложением нет во-первых ко мне никто не обращался потом все знают как бы мои связи и контакты и связи и контакты появились уже после какого-то багажа рабочего ну естественно конечно когда появились ну нет ну с Костей Эрнсоном я знаком уже сто лет нет я говорю про музыкального продюсера я говорю вот продюсера типа Алибасова ну это то что агент называется Алибасова Алибасова я думаю что на данный момент в времени такой человек мне нужен который будет заниматься точно ну по идее этим занимается Женя мой ну твой брат да ну сводный брат ну неважно он мой директор и как бы и продюсер ну сейчас как вот предложение поступает что сейчас раскручивать я могу сам как бы есть радиоканал который постоянно крутит там ретро эфм музыку особенно к новому году там я участвую и правда не понимаю почему иностранцам платят за это деньги а русским музыканалам типа за эфир а что там за эфир ночью где-то ну все таки продюсер как мне кажется Олег ну нужен ну нужен вот этот человек который ведет вот мне кажется мы все же советские люди да нам разговаривать про деньги вот мне про деньги всегда неудобно говорить нет я категорически нет разговаривать кто разговаривает про сумму гонорара да да кто торгуется в конце концов да потому что не ты же будешь Женя нет музыкану это во-первых нельзя сделать это не корректно да и потом надо уметь понимать состояние рынка конъюнктуру знать этим занимается Женя конечно значит все таки он у тебя импресарио да импресарио да и всегда так было так было всегда вот ну с 90-х годов когда он он сначала начинал играть на гитаре у него сейчас по-моему да он хороший гитарист он продюсирует он не какой-то предлагает свой подопечный все время пропиарить он его жена да а это жена его да это очень талантливая девица да родила ему дочь замечательная а племянница это значит да а кстати у него такая очень симпатичная у него народ народный жанр то есть этно да этно ну да поет романсы это особенно на западном рынке это продаваемо а как племянница это зовут хотя бы не помнит не помнит да я не помню и не знал что то нормально вот это вот это мне нравится а что а как крепкая прибалтийская семья вот это вот вот она родилась я уже не помню сколько ей лет но недавно совсем и я как-то дома у нее не бывал раньше бывал поэтому я ее видеть не мог поэтому этого это мы поправим